Однажды в моей жизни появился загадочный персонаж, который каждый выходной отправляет меня на поиски приключений в родном городе. Благодаря ему Харьков стал для меня городом возможностей. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, так что имеется условие. На выполнение заданий я получаю ограниченный бюджет, размер которого зависит от настроения нашего джина. Если я не укладываюсь в указанную сумму, мне приходится искать способы проведения досуга и выполнения заданий без денег. Так, задания я уже получила, посмотрим, что мне предстоит пережить на этих выходных. Итак, привет Ольга, будь уверена, тебя ждут очень активные выходные. Ну это понятно. Тебе предстоит отгадать загадки и выполнить несколько заданий. Проложить дорогу там, где ее нет, сделать селфи в лучшем номере гостиницы в центре города, напроситься на обед к аристократу, побывать внутри произведения известного композитора и найти в Харькове серый дом, который красный. У кого-нибудь есть идеи? Ладно, главное начать, разберемся по ходу событий. Ну вперед! Начать свои активные выходные я решила в месте, где ревут моторы и люди показывают пределы своих возможностей. Я приехала выполнять свое первое задание, прокладывать дорогу там, где ее нет. Хотя мне кажется, что это больше мужское дело, так что я обращусь за помощью к настоящим мужчинам. Здравствуйте! Добрый день! Меня зовут Ольга. Сергей. Вы меня научите прокладывать дорогу на любом бездорожье? Конечно. А с чего начинается обучение? Начнем с того, что мы оденем экипировку, сядем на мотоцикл и будем учиться ездить. Я готова. Сергей. Профессиональный инструктор по езде на кроссовых мотоциклах и участник многих профильных соревнований. Кросс – уникальный вид гонок, не похожий ни на что другое. Это один из видов мотоциклетного спорта, который представляет собой гонку на пересеченной местности, по замкнутой трассе, с естественными и искусственными препятствиями. Это невероятно зрелищный вид спорта – прыжки в высоту, преодоление склонов и другие, не поддающиеся пониманию обычного человека маневры. Подвеска кроссовой техники рассчитана на подобные испытания. И хотя по дорогам общего пользования на таком красавце ездить запрещено, то как раз по крутому бездорожью езди на здоровье. Для того, чтобы начать кататься, нужно сначала одеть защитную экипировку. Начнем со шлема. Смотри, берешь двумя пальцами снизу вот эти вот два ремешка и одеваешь сверху. Давайте я помогу. Все отлично. Здесь снизу есть ремешки, которые фиксируют голову. Так, продолжим мы с того, что мы одеваем защиту шеи. Так, вот и на защелочку. Хоп. И перчатки. Ничего не вижу. Ну, по крайней мере, то, что ниже моего носа. Это нормально? Для мотоциклиста так и должно быть? Вонщики должны смотреть только вперед. И завершающая стадия. Очки. Сейчас аккуратно. Вообще реальный пир. Тихо. Хоп. Ой. Сюда. Все. Наш клиент полностью экипирован. Для того, чтобы тронуться на мотоцикле с места, нужно разобраться, как работает коробка передач. Представим, что мотоцикл сейчас заведен. Первым делом мы выжимаем сцепление. Правильно. А здесь находится вот коробка передач. Мы наступаем вниз на нее. Вот. Это включилась первая передача. И отставляем обратно ногу. Потом мы плавно открываем газ. До половины, примерно. Вот. И плавно отпускаем сцепление. То есть потихонечку. Еле-еле. То есть сцепление нельзя ни в коем случае отпускать резко, потому что мотоцикл тогда, соответственно, резко рванется вперед. Да. Твоя скорость выжима, сцепление, то есть если плавно отжимаешь, он плавно трогается. Если ты бросаешь, то будет как в стандартных видеоприколах, когда гонщик или водитель просто сидит на месте, а мотоцикл где-нибудь оказался уже в соседней посадке. Ага, нет, я так не хочу. Ну, поэтому мы будем делать сначала правильно. Хорошо. Я за этим прослежу. Насмотревшись на эффектные трюки Сергея, мне казалось, что стоит сесть на мотоцикл, и прыжки с трамплина, и суперспецэффекты получатся сами собой. Сережа! Сережа! На деле же оказалось, что мое обучение – это езда по кругу на минимальной скорости. Но все же, само ощущение от поездки на кроссовом мотоцикле, пусть даже и в такой облегченной версии, – это незабываемое ощущение и выплеск адреналина. Сейчас сцепление! Е-е-е-е! Ну что? Классно! Очень круто! Правда, мне уже, мне даже на трамплин уже захотелось потом заехать. Знаешь, уже уверенно я себя почувствовала. Думаю, не буду шокировать Сережу. Ну, честно, очень здорово, правда. Сними шлем, покажи на камеру, что это ты, а ты скажешь, что ты влюбляешь. Ой, помогите же снять. Ребята, это очень круто, правда, обалденные эмоции. Ну, непередаваемые. Я уже в какой-то момент хотела заехать уже на трамплин, но решила не шокировать своего тренера. Своими какими-то быстрыми такими способностями, я бы сказала, к мотоциклам. В общем, при необходимости оседлать такого дикого железного коня я уже смогу. Ну, по крайней мере, я так думаю. Стоимость часа аренды оборудования с услугами инструктора обошлись мне в 650 гривен. Получив массу эмоций от езды на мотокроссе, я решила взяться за выполнение второго задания. Мне предстоит пробраться в один из лучших отелей нашего города и сделать селфи в его самом престижном номере. Задание, на мой взгляд, несколько идиотское. Но кто же будет спорить с загадочной силой, которая выписывает бюджеты на его выполнение? Итак, я приехала в гостиницу «Аврора». Добрый день. Здравствуйте. Я хотела бы сделать селфи в лучшем номере вашей гостиницы. К сожалению, такая услуга у нас не предусмотрена. Ну вот, как всегда. Придется раскошелиться. Стоимость нашего лучшего номера – 2850 гривен. Хорошо, что у меня есть бюджет. Беру. В моем распоряжении оказался номер в нежных тонах, декорированный в стиле ампир. По словам администратора гостиницы, именно его часто выбирают молодожены для первой брачной ночи и фотосессий. Ну а поскольку я сегодня гуляю за двоих, так что и номер мне положен. Самый что ни на есть – королевский. Тут еще и вторая комната есть. А вот она – кровать. Друзья, ну мне здесь уже хорошо. Будет где разгуляться с моими селфи. Здание отеля расположено в историческом центре Харькова. Осенью 2015 года улица получила название Алчевских, сменив привычное харьковчанам улице имени Артема. Семья Алчевских – одна из представителей интеллигенции, просветителей, меценатов и деятелей культуры конца 19-го – начала 20-го века. Премьер отель «Аврора» открыл свои двери в 2007 году, ко дню города. Среди первых гостей отеля были Томас Андерс, Патрисия Касс, Богдан Ступко. Также именно здесь останавливались почетные гости фестиваля «Харьковская сирень» – Ален Делон и Пьер Ришар. И вот теперь здесь останавливаюсь я. Хорошая у меня компания, не так ли? Знаете, я теперь понимаю, за что я отдала почти 3000 гривен. Надеюсь, что загадочный «Харьков Гоу» будет доволен, но я довольна точно. Успокоившись, наконец, что я не зря потратила львиную долю своего бюджета, я вспомнила, что самое время довести до конца мое второе задание. Одним кадром я ограничиться не смогла. Красивый интерьер, разные ракурсы, ну, сами понимаете. Мне кажется, я в раю. Я в красивом номере, меня заставляют делать селфи. Кстати, второе задание выполнено. Отправляю доказательства. Поскольку этот номер в моем распоряжении будет целые сутки, я сюда еще вернусь. Следующее задание – напроситься на ужин к аристократу. Но я умная, далеко ходить не буду, найду аристократа прямо в гостинице. Ужин с аристократом Для аристократии сегодня буду я. Сейчас мы узнаем, чем обедают аристократы. Не хочу выбирать, принесите мне обед настоящего аристократа. По правилам этикета, при трапезе в ресторане, после выбора блюда, обслуживающий официант предложит вам аперитив. Напиток, который поможет скоротать время в ожидании исполнения заказа и вызовет аппетит. Вы можете выбрать минеральную воду, сок с небольшим содержанием сахара или легкое сухое вино. Как сообщил Сомелье, вино выполняет в организме определенную работу. Например, готовит вкусовые рецепторы полости рта к новому куску пищи, упорядочивает пищеварение и снижает калорийность пищи. Нет, это не значит, что вино решает все вопросы с диетой. Да, французы докажут, бокал вина за ужином способствует сохранению стройной фигуры. Если не злоупотреблять, конечно. К белому вину традиционно полагается рыба. В моем случае это сибас на подушке воздушного кускуса. Еда – это хорошо, но после моего активного дня пришло время немного расслабиться. Для рыбы, жареной или тушеной, вам подадут специальный прибор – широкую вилку с тремя или четырьмя зубцами и плоский нож с широким концом в виде лопатки. А рассыпчатую кашу принято есть таким образом. Переворачиваете вилку зубцами вверх, вилка в левой руке, и зачерпываете небольшое количество гарнира, помогая себе при этом ножом. Наконец-то мне пригодится мое французское воспитание. Мой пансион благородных девиц, мадам Бежу, была бы мной довольна. Ужин с вином обошелся мне в 930 гривен. 220 стоила рыба с гарниром и 710 гривен – бутылка сухого вина. Не забудьте про чаевые официанту. Обычно они составляют 10% от общей суммы. Честно говоря, в такой обстановке я почувствовала себя героиней старого фильма. Ресторан, изысканная атмосфера, главную героиню забирает роскошный автомобиль. Садись. Любой режиссер вам скажет, теперь по законам драматургии принцесса должна отправиться на танцы. Ну, не заказывать же мне обычное такси. Тыкву я тоже ждать не буду. Думаю, что белый Крайслер – это самое то. Ну, все, поехали. В общем, как хотите, а моя вечеринка уже началась. Любая золушка мечтала бы о такой тыкве, друзья, на которой сегодня я передвигаюсь. Белого цвета, Крайслер с кожаным салоном, вместительный, очень атмосферный. Не знаю, тут можно не только ездить куда-то на вечеринке. На самом деле, можно даже дискотеки устраивать, шампанское. Прям вижу тут шампанское. Тимати сидит, разливает. Свэк. Ну, все круто. В общем, отправляемся на этом VIP-автомобиле гулять дальше. Честно говоря, денег у меня уже особо не осталось. Ну что ж, будем выкручиваться. Ну, а там посмотрим, как карта ляжет. Главное – красиво подъехать. Ох, подъезжаем. Внимание, мой выход. Стоп. А где камера? Где поклонники? Где толпы фанатов? Где красная дорожка, наконец? Мне кажется, на таком автомобиле меня должны были встречать только так. К сожалению, мой VIP-автомобиль мне пришлось отпустить. Несмотря на то, что мой бюджет уже почти израсходован, у меня впереди еще много заданий. Посмотрим, смогу ли я хорошо провести время практически без денег. Наше следующее задание звучит так – побывать внутри композиции известного композитора. Любой нормальный человек отправился бы в филармонию. Но мы приехали в ночной клуб. Болеро Мариса Равеля – произведение для оркестра, первоначально задуманное, как музыка для балетной постановки, вдохновленной испанским танцем болеро. Было написано в 1928 году и впервые исполнено 22 ноября 1928 года в Парижской Гранд-Опера в ходе вечера балерины Ида Рубинштейн. Длительность звучания болеро составляет около 15 минут, хотя при исполнении в постоянном темпе, без ускорения, как этого требовал композитор, может достигать и 18 минут. В нашем варианте балеро – это один из ночных клубов Харькова, который является своего рода феноменом. Вот уже почти 20 лет балеро пользуется колоссальной популярностью среди харьковчан и гостей города. Несколько лет назад внутри комплекса открылся пати-бар балеро. В него мы сегодня и отправимся. Честно говоря, после моих сегодняшних гуляний у меня в кармане осталось всего 100 гривен. Но, к счастью, выход есть всегда. Во многих харьковских клубах действует система «Вход за репост». Здравствуйте! Честно говоря, в ночном заведении с пустым столом вообще не прикольно! Кальянчик хочется, шампанского. А почему бы, собственно, и нет? Конечно, следует признать, что все эти радости жизни появились на моем столе не просто так. Администрация заведения не могла допустить, чтобы съемки программы проходили без соответствующих атрибутов хорошего отдыха в баре. И поскольку в правилах программы нигде не говорится, что я не могу пользоваться служебным положением, я решила принять этот подарок судьбы. Насыщенный сегодня день. Под утро уже прохладно. Я уже, честно говоря, очень устала, хочу спать. У меня по-прежнему остается 100 гривен. Ну что ж, буду сейчас вызывать такси. Надеюсь, что гривен за 60 меня в гостиницу довезут. Будем надеяться, по крайней мере. Белый Крайслер-то уехал уже. Все, я вызываю такси. Увидимся завтра. Новая смс-ка. Ты неплохо вчера погуляла, но в следующий раз расходуй свой бюджет осмотрительнее. Проведи день и выполни задание на ту сумму, которая у тебя осталась. Ну приплыли. После поездки на такси из клуба в гостиницу в моем кармане осталось всего 35 гривен. Сумма по нашим временам, прямо скажем, мизерная. Любой день должен начинаться с завтрака. Поскольку у меня осталось всего 35 гривен, мне нужно найти место, где я смогу вкусно и приятно позавтракать на эти деньги. К счастью, в Харькове такое место есть. Честно говоря, с моим бюджетом особо не разгуляешься. Но, к счастью, тут есть выход. Отличный вариант. Ланч-блин за 30 гривен. Яйцо, сыр моцарелла и зелень. Хороший завтрак должен включать с себя обязательно чашечку кофе. Денег у меня на него, как вы знаете, нет. Но выход есть всегда. Мой загадочный джин оставил мне особую карточку, которая отдает мне особые привилегии. В блинчере дают бесплатно кофе при предъявлении карточки «Куда б сходить». Гуляние в ночных заведениях без денег имеет свои плюсы. На утро совершенно не болит голова, но кофе все равно хочется. О, спасибо большое. Спасибо. Ну, же, наконец-то я завтракаю. Это лучший момент всего дня, мне кажется. В принципе, что здесь внутри находится, вы уже знаете. Поэтому вы смотрите, как я буду наслаждаться своим завтраком. В общем, порой я и сама удивляюсь тому, что, несмотря на какой угодно бюджет, я все равно нахожу варианты, как бы провести время с удовольствием и пользой. А дальше у меня по плану последнее задание. Моя последняя загадка на сегодня – найти в Харькове красный дом, который на самом деле серый. Я сначала подумала, что за ерунда, но оказывается, такой дом действительно существует. Называется он «Красный банковец» и находится по адресу улица Артема 6. Ну, то есть теперь это улица Алчевских. В общем, жилой дом «Красный банковец» был построен в 1928 году и является представителем стиля модерн с использованием элементов украинского барокко. Судя по внешнему украшению дома, автор пытался придать ему характерные национальные очертания. Однако, смешав украинские колориты с элементами стиля модерн, получил более оригинальный вариант. Друзья, присоединяйтесь к нашим путешествиям. Но чтобы вам было интереснее, предлагаем небольшой интерактив. Находите интересные места в городе и выкладывайте свои фотографии с рассказом о месте в Инстаграм. Отмечайте фото хэштегом «Гуляем с Харьков Гоу Уикенд» и получайте от нас приятные подарки в разных заведениях Харькова. Исторические справки и малоизвестные подробности приветствуются!